От старта до финиша за несколько секунд максимально напряжены не только мышцы атлетов, но и зрители. Бегать ниже возможности в этот день просто нереально. С фотографией за происходящим смотрит Тит Корнев, местная легенда королевы спорта, недавно отпраздновавшая 95-й день рождения. Если для стайров важна хитрость, конек спринтера, мощь и сила. На длинных дистанциях нужно тренироваться больше. То есть нельзя попасть на длинную дистанцию и пробежать хорошо, если не тренировался. А на такие дистанции, как 60 метров, конечно, классно пробежать ты не сможешь. То есть ты полгода не бегал, пришел и пробежал, ты все равно можешь пробежать хорошо. Потому что 60 метров, даже 100, даже 200, это дистанция, которая требует один раз выложиться и все. А дистанция, допустим, 800 и более, это дистанция, которая требует от тебя не только выложиться, но еще дотерпеть, еще постараться. То есть ты выложишь один раз и тебя еще бежать. И у тебя уже нет сил, но тебе все равно нужно бежать. Тут больше характер. Какого-то мгновения не хватило Анастасии Мироновой из Симферополя, чтобы стать мастером спорта России. Она одна из самых быстрых девушек в Крыму, что подтвердила и на этот раз, пролетев 60 метров, за 7,5 секунды, оставив далеко позади всех конкуренток. Так как я уже занимаюсь 10 лет легкоатлетикой, и изначально, как только пришла, сразу начала бегать короткие дистанции, как-то она мне полюбилась. И это получается у меня, и поэтому я и продолжаю бегать спринтером. Тяжело не только быть спринтером, но и готовить мастеров быстрого бега, как никто другой. Это знает тренер Евгений Дерюгин. Он проводит турнир «Звезды крымского спринта» уже три десятка лет. Очень многие тренера работают со спринтом. Это как бы легко, но на самом деле это обманчиво, потому что здесь необходимо, чтобы спортсмен обладал необычайно компьютерными возможностями. Мышцы должны быть быстрые, и быстро-быстро это нервная проводимость и так далее, и так далее. Это обманчиво, но большинство тренеров работает со спринтом, как будто бы это легко. На самом деле очень сложно выйти на высокий спортивный уровень. Многие федерации будут развиваться. У нас глава администрации сам спортсмен. И сейчас, в данный момент у нас, слава богу, спорт в городе Симферополе не по остаточному принципу. Я думаю, мы отберем в городе Симферополе нашем и в республике Крым достойных спортсменов, которые будут выступать достойно на чемпионатах, первенствах России. За эти годы манеж факультета физического воспитания видел множество спортсменов, в том числе и весьма успешных. Один из тех, кто сумел сполна оправдать статус звезды крымского спринта и название турнира Руслан Перестюк. Он стал мастером спорта международного класса. В прошлом году легкотлет из Крыма показал один из лучших результатов в стране как раз в беге на 100 метров. Тарас Брисийский, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.